Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, церковь, дети! Какие мы сегодня счастливы и должны быть благодарны Богу, что наша жизнь на земле продолжилась. В нашей жизни еще есть один день, в который мы можем прийти в Дом Божий, послушать Его Слово, поклониться, помолиться Богу, прославить нашего Господа. Какие мы счастливы с вами! Меня зовут брат Ваня Иван, приехал в Закарпатье. Это область такая небольшая, находится за горами Карпатами, это Западная Украина, далековато от вас, мы летели очень долго к вам. У меня есть желание сегодня пообщаться с молодежью, поговорить о некоторых насущных нуждах, переживаниях молодежи. Почему? Потому что у меня пятеро детей, все они молодежного возраста. Четверо уже члены церкви, один пока еще нет. И сейчас как раз у меня такой период жизни, что я стал настоящим руководителем молодежи. То есть 16 лет я был руководителем, потом другой брат принял это служение. А вот сейчас мне предстоит пройти такое небольшое поприще моей жизни, как самый оригинальный, самый настоящий руководитель молодежи. У меня есть пять человек молодежи в моей группе. Это четыре сына и одна дочь. То есть вот такое у меня сейчас ответственное служение перед Богом. Я хотел бы сегодня поговорить над одной очень важной, но сложной темой. Эту сложную тему не поймут дети, им будет неинтересно. И так как служение уже больше двух часов, я хотел бы для них рассказать маленький рассказ, потому что мы как раз с братом Александром трудимся в нашем братстве в детском отделе. И будет несправедливо, если сотрудники детского отдела без внимания оставят детей. А потом у меня будет проповедь для молодежи. Я расскажу про моего дедушку. Когда моему дедушке было всего 12 лет, у него умер папа. Папа умер очень неожиданно. Никто этого не ожидал. Мой дедушка был самый старший сын в семье. После дедушки было пять девочек. И самый младший брат дедушки, который родился несколько месяцев назад. Дедушка один мальчик в семье. Многодетная семья. И бабушка осталась одна. Когда не стало у дедушки его папой, дедушка говорит, мы в нашей семье очень сильно почувствовали, что нету папы. Сразу закончились быстро деньги. У нас стали заканчиваться продукты. Мама не могла зарабатывать. И вот настал период в жизни, когда настал день, и нам нечего было кушать. И дедушка говорит, мне было всего 12 лет. И в 12 лет я почувствовал на себе очень серьезную ответственность. Я посмотрел на своих меньших, и мне стало за них страшно. Неужели мы умрем от голода? И вот дедушка, он решил, что надо что-то делать. В то время дедушка мой был еще человеком неверующим. То есть их семья, они Бога не знали, Богу не поклонялись. Это потом, когда ему будет 60 лет, он покается и придет к Богу. Но тогда ему было всего 18. И он понял, что никто из людей ему не поможет. И помочь может только Бог. И в 12 лет дедушка склонился на колени, не зная Бога. Но обратился к Богу и говорит, Бог, спаси нашу семью. Нам кушать нечего. Папы нету. Как мы выживем? Денег нету. И говорит, дедушка, когда я стал с колен, вдруг мне пришла мысль, а ведь, умирая, папа оставил вам лошадь. У вас же молодой, красивый, сильный конь. Работай с этим конем. И вот дедушка решил пойти к людям, которые работали на лесоповале высоко в горах. И он стал проситься к ним рабочим. Говорит, возьмите меня работать. Я буду своим конем высоко с гор спускать лес. Толстые бревна. Мужики посмотрели на этого мальчонку. А дедушка вообще, даже когда был уже стареньким, он вырос только до метра пятьдесят. С чем-то там. Вот он такой маленький у меня был дедушка. А когда ему двенадцать лет было, представьте себе, сколько у него рост мог быть. Ну, чуть больше метра. Такой мальчонок стоит и говорит, возьмите меня в лес, я буду конем таскать бревна. Они над ним начали смеяться. Говорят, мальчик, иди домой к маме. Какой лес, какой конь, какие бревна. А дедушка настойчиво. Говорит, если вы меня не возьмете, у меня папа умер. Мы умрем из голода. Дайте мне любую работу. Я хочу работать. И вот удивительно, люди над ним сжалились, взяли его на работу. И дедушка стал работать с этим конем. На удивление, конь был очень умным. Он был умным. И говорит, дедушка, как мне легко было. За короткое время он заработал денег и купил корову. Ну, вообще, сейчас молодежи и детям непонятно, как это, купить корову. Что это такое? Все избавляются от коров. То есть, зачем оно надо? А тогда это была величайшая ценность и кормилица семьи. А потом и продукты. Но настало время, когда моего дедушку постигла беда. Через нашу территорию, через Закарпатие, транзитом во время войны проходили войска. То одни туда войска пойдут, то обратно. Войны как таковой не было. Но транзитом через Карпаты проходили войска. И вот один раз дедушка верхом едет на своей лошади. Идут войска колонной. И несколько лошадей тянут большую пушку. Офицер командует, как тянуть эту пушку. И вдруг этот офицер увидел дедушку моего и очень красивого молодого коня. Этот офицер позвал дедушку. А дедушка верхом ехал на лошади. Дедушка подъехал. И он за ногу потянул моего дедушку, стянул с этого коня и говорит, ты, ребенок, катаешься на такой хорошей лошади, а у нас некому пушку тянуть. Взял коня за уздечку, выпрягает от этой пушки самую худую, самую больную и несчастную лошадь. И запрягает туда дедушку коня. Этот конь был единственный кормилица для семьи. Войска пошли дальше. И дедушка, когда увидел, что его любимый умный конь, который спас от голодной смерти семью, который зарабатывал на эту семью, уходит этот конь. Дедушка очень сильно заплакал. Ушли эти войска. Дедушка стоит и смотрит. Такая, знаете, худая, больная, полудохлая лошадь стоит. Еле-еле живет. И дедушка опять обратился к Богу. Господи, если ты есть, помоги нам. Потому что мы погибнем. Вся семья погибнет. Прошло несколько дней. Вдруг дедушки говорят, этот офицер, который забрал у тебя лошадь, он просит, чтобы ты привел его лошадь опять. Ну, войска уже ушли километров 20, там они остановились. Дедушка от радости берет эту старую лошадь и за уздечку пешком 20 километров отвел ее туда, где эти войска. приходит, действительно стоят войска, пушка знакомая, лошади, и стоит его конь, но конь держит переднюю ногу, так знаете, вверху, поднятую вверх. И дедушка, когда увидел своего любимого умного коня, что он держит ногу вверх, он понял, с конем случилась беда. Конь сломал ногу. Но если конь ломает ногу, у лошади кость никогда уже не срастается. Ее очень трудно сломать, кони почти ноги не ломают, но если сломал, она не срастается. И вот дедушка, когда увидел своего любимого коня, у которого нога кверху, он еще сильнее заплакал, он понял, что его любимый конь попал в беду. Офицер увидел дедушку с лошадью, забирает эту худую лошадь назад и говорит, забирай своего коня. У него, говорит, проблема с ногой, он только на трех ногах. Прыгает, на четвертую не становится. Дедушка взял за уздечку своего любимого коня, идет домой и плачет. Плачет всю дорогу, конь вот так вот на трех ногах рядом прыгает, прыгает, прыгает. Дедушка идет и плачет, и опять заманился Богу. И говорит, Бог, если ты есть, помоги нам. Помоги, чтобы у моего коня зажила нога, чтобы он опять мог работать и зарабатывать на семью. Когда они отошли несколько километров от селения, вдруг дедушка смотрит, неожиданно конь положил ногу на землю, а потом, знаете, очень радостно стал на четырех ногах прыгать кругом дедушки, а потом дедушка не понял, что случилось. Потом дедушка сел верхом на этого коня и до этих двадцать, почти двадцать километров галопом конь понесся домой. Оказывается, конь понял, что его забрали и притворился хромым, чтобы избежать вот этой участи, таскать большую пушку. И знаете, мой дедушка рассказывал и говорит, удивительно, как Бог нас через этого умного коня спас от голодной смерти. Но моя проповедь не об умном коне, это только как бы рассказ для детей, чтобы они не сильно унывали и не думали, что молодежные проповедники это очень скучные проповедники. Я сейчас хочу прочитать текст Священного Писания, которое записано во втором послании Коринфяна, 14 стих, начало 14 стиха. Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе. Дорогая молодежь, апостол Павел это пожилой старец, который прожил уже жизнь, у которого очень большой жизненный опыт, у которого несколько периодов жизни уже позади воспоминания. Его поприще земное приходит к концу и он пишет письмо. И в этом письме очень коротко, в сжатой форме он хочет к церкви, которая находится в Коринфе, передать что-то очень важное, передать что-то очень ценное. И вот один штрих из важного и ценного. Он пишет «Благодарение Богу» или «Я благодарен Богу». За что? За то, что Бог мне дает торжествовать во Христе Иисусе. Апостол Павел понял, что в жизни были разные периоды, были разные случаи, переживания, все было в жизни. Но есть один штрих, есть одна важность, есть одно то, что сопровождало его во всей жизни и помогало ему всегда, не подводило его никогда. Он понимал, что это главное, это ценное, и это нужно передать дальше. Об этом нужно сказать тем, кто пойдет за ним тем же путем. И он говорит, я Богу благодарен. За что? За то, что Бог мне дает всегда торжествовать во Христе. Я хотел сегодня обратить внимание на эту фразу. Всегда торжествовать во Христе. Вообще, что такое торжествовать? Ну, есть в нашей жизни радости, но положение торжествовать это какой-то пик радости, или это что-то больше, радость, или это много радостей собрано в одно, это огромная, большая, комплексная радость, это торжество. И Павел говорит, что я научился или мне в жизни всегда помогало то, что я научился чему? Что оказывается в нашей жизни мы имеем Бога, и этот Бог дает нам с вами в нем радоваться. То есть радость в Боге. С одной стороны, конечно, когда мы сидим на бракосочетании, и видим молодых жениха и невесту, они улыбаются, они красиво одеты, и мы этот день, как называем, торжественный день в их жизни. Конечно, торжествовать, когда ты сидишь спереди в наряде, конечно, легко и просто. Легко детям торжествовать, когда им дарят подарки, особенно дорогие, ценные, а еще и любимые подарки, как они торжествуют. Я недавно был в одном доме, и смотрю, маленький ребенок лежит в колясочке и очень сильно плачет. Мама ему дает сосочку, потом молочка, он чуть-чуть попробует, и опять сильно плачет, опять сильно плачет. И мама, что только не делала, не помогает. Ребенок и плачет, и плачет, но маме неудобно, в доме гостя ребенок плачет. И тогда она вынимает и дает ребенку телефон. И вот он двумя ручонками схватился, выплюнул соску, и вот так трясется ручками, держит этот телефон, и замолчал. Я даже посмотрел, он чуть-чуть даже улыбнулся. Ребенок, я думаю, торжествует. Ну, не во Христе, а в коляске с телефоном, но торжествует. Уже ему дали телефон, он схватился такими ручонками, дрожат ручки, знает, что что-то ценное попало в его руки. Торжествовать. Когда в нашей жизни все хорошо, когда нам дарят подарки, когда нас хвалят, когда нас хорошо принимают, уютно кормят, уютно принимают, хорошо кормят, как нам легко торжествовать. Но не всегда так было в жизни Павла. Были в жизни Павла моменты, когда ни за что, вернее, за проповедь Евангелия его арестовали, его привели в дом суда, его растянули на лавочке кожаными ремнями, и пока растягивали руки и ноги кожаными ремнями, с одной и с другой стороны становились римские воины с палками, то есть выбирались самые сильные воины, и Павел понимал, через несколько секунд над ним произведут очень жестокий суд. Павел понимал, что сейчас через несколько секунд его постигнет очень серьезное испытание. когда на его спину легла первая палка, первый удар, потом второй, потом третий, били очень сильно. Но Павел лежит на этой лавочке, и он не кричит, он не просит о пощаде, он не плачет, он не просит о помиловании, а он, лежа на этой лавочке, повторяет благодарение Богу, который дает всегда мне торжествовать во Христе Иисусе. Нет, ему не дали обезболивающий укол, нет, его не били очень слабенько и легко изо всех сил и тридцать девять ударов. Удар за ударом. Что могло помочь Павлу вот так себя вести? Что могло помочь перенести эту пытку? Что могло помочь в этих трудностях остаться Богу верным? Вот этот принцип жизни, вот эта позиция в жизни, вот то, что научил его Бог, а что? Благодарение Богу. Оказывается, можно получать по спине удары, но внутри можно не ощущать боли, а что ощущать? Радость. Радость за то, что я сегодня могу пострадать за Иисуса Христа. Вот этот принцип в жизни, Павел понял, как это важно, как это ценно, как это нужно. Его побивают камнями, он без сознания длительное время лежит у ворот города, выброшенный у стен города, но когда пришел в себя, как вы думаете? Наверное, боль пронзила каждую часть его тела, голова, руки, ноги, все тело ломило и болело от беспощадного побиения камнями, но он встал на ноги и пошел дальше на служение. Что помогло Павла? Что помогло ему устоять и не свернуть с этого пути ни налево, ни направо? Вот как раз этот принцип он научился. Он понял, что в жизни есть очень важное. Надо научиться всегда во всякой ситуации научиться увидеть радость. В чем? Что ты имеешь Бога? Что Бог с тобой. Бог Он тебя не оставит. Бог поможет. То есть оказывается самое сильное обезболивающее средство это не укол и не таблеточка. И не может утешительное слово кого-то из человеков. А это моя внутренняя позиция. Когда действительно человек научится вот этому принципу благодарения Богу за что? За то, что Он дает мне торжествовать во Христе Иисусе. Я сейчас хотел бы немного обратить внимание на один эпизод из книги Аввакума. Я на библейских курсах преподаю экзогетику и недавно мы с братьями проходили экзогетику Аввакума и я заметил там одну очень интересную мысль, очень интересный эпизод. Молодежь, я сейчас буду читать, а вы постарайтесь в Библии проследить. Откройте книгу Аввакума 3 глава. У кого нету Библии, конечно, это плохо, но вы тогда очень внимательно слушайте, о чем я буду читать. Книга пророка Аввакума. Это перед Сафонией и после Наума, вот чтобы легче было найти, книга Аввакума. Я читаю 3 глава 16 стиха. Говорит Аввакум так, «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен. в день бедствия, когда придет нами на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлок, но и тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня, начальнику хора. Молодежь, я хотел бы хоть чуть-чуть немного рассказать об Авакуме. Сам по себе Авакум это был интереснейший человек, это был человек, который имел личное общение с Богом, Бог имел личное общение с Авакумом. Интересно было то, что сам по себе Авакум он был исполнен очень большой добротой, улыбающийся, добрый, веселый пророк. Это был человек, который очень сильно любил петь, много пел, но один раз он увидел видение. Бог показал ему видение и после этого видение в жизни Авакума все перевернулось. Он видение видит огромное войско, которое идет по земле с севера и это войско, оно беспощадно все сметает на своем пути. После этого войска на земле не остается ничего, только руины, человеческие трупы и выжженная пустая земля. Авакум увидел это видение и Авакум весь выстрепетал и хуже всего, что Бог ему показал, что это войско двигается к его городу, к его стране, к его селению, к его дому. к храму Господнему. Бог показал ему, что из этого красивого храма, то есть молитвенного дома, в котором поет хор, в котором играет оркестр, в котором люди приходят и становятся на колени, чтобы помолиться Богу, Бог показал Авакуму, что из этого красивого храма не останется камня на камне, все будет разрушено. священники, левиты, дети, старики, жены, молодежь, все умрут. И вот Авакум в трепете видит видение, движется огромное войско, которое беспощадно не пощадит ни старика, ни маленького грудного ребенка, все будет уничтожено. Бог говорит Авакуму, это скоро придет на землю израильскую, это будет. Сейчас Авакум, он очень сытый, довольный, он хорошо одетый, полное благополучие, кругом деревья плодоносят, играют дети, молодежь радуется, полное благополучие, все хорошо, но Авакум в трепете видел видение, какое ужасное видение о том, что войско царя на выход уносора, оно сметет все на своем пути. Он смотрел на детей, и он этих детей видел мертвыми. Он смотрел на молодежь, и это все будет мертвое. Сейчас оно живое, сейчас они радуются, играют, поют, сейчас они веселятся, они свою жизнь планируют, они думают, как они завтра жить будут, но Авакум в очень большом переживании. Бог ему показал видение, что у этих детей и молодежи уже будущего не будет, и их ждет большое горе и большой трепет. После того, как закончилось видение, Авакум в очень большом трепете, третий глава называется так, молитва Авакума пророка для пения. Вот эти слова, которые я прочитал, это песня, которую сочинил Авакум, это песня, которую будут петь левиты в храме. Что стало песней для Авакума? Он пел так, когда я услышал, когда я это увидел, то вострепетала внутренность моя привести об этом, задрожали губы мои. И он говорит, боль проникла в кости мои и поколебалась место подо мною. Но он на этом не остановился. Он говорит, а я должен быть спокоен. Не будет маслины, не будет овец в загоне, не будет молодежи, не будет детей, не будет храма, не будет пресвятеров, ничего не будет. Авакум поет, а я должен быть спокоен. Почему? Господь Бог сила моя. И он все сделает, он восстановит. В своей жизни пленение прошло 70 лет, и Авакум примерно 2-3 года не дожил до того, когда народ израильский вернулся на свою землю, восстановился храм, Авакум этого уже не увидел. Но он увидел видение ужасное, и он понял для себя, что оказывается, есть принцип жизни, есть то, что тебе поможет, что тебя спасет, что тебя поддержит. Есть Бог, который является твоей силой и твоим упованием. И уже позже, значительно позже, апостол Павел скажет такие слова. Благодарение Богу, который дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Дорогая молодежь, как иногда нам в жизни не хватает вот этого принципа, как иногда мы много чему учимся, но иногда мы несчастны, мы познаем, но не имеем радости, мы где-то умнеем, но нету у нас надежды на Господа. Я две недели назад был в Германии, поездка по Германии, посещение церквей, с одним пресс-фитером, этот пресс-фитер мне показал записочку на молодежном общении, где-то здесь в Сибири было молодежное, листок бумаги, исписанный девичьим почерком, большая записка, он дал мне прочитать и говорит, на эту записку я отвечал на молодежном общении, записка такого содержания, почему при всем том благополучии, что меня окружает, при всем том, что я имею, кругом, чем я обладаю, я не имею радости, в чем заключается смысл радости, почему у меня хмурое лицо, почему я не могу улыбаться, почему меня не радует солнце, небо, воздух, природа, почему меня не радует то, что я здоров, почему меня ничего в жизни не радует, что украло радость, действительно, молодежь, почему нету радости, почему в жизни человек, желая иметь радость, пользуется какими-то заменителями, то есть восполняет чем-то свою жизнь, не имея радости. Почему так? Кто и что украло из нашей жизни радость? Вот как раз апостол Павел понял, если ты не научишься в своей жизни торжествовать во Христе Иисусе, ты никогда не будешь иметь радости и счастья. Я в своей жизни вот этот принцип понял, но как я жалею, что я его понял совсем недавно. Как я жалею, что этот принцип не понял в детстве, в юности, в раннем семейном возрасте. Почему я этого не знал? И сейчас, прокручивая свою жизнь, думаю, сколько в моей жизни было трудностей и переживаний. Почему? Потому что я не научился торжествовать во Христе Иисусе. Я не обладал этим принципом, этой радостью, этим преимуществом, которые Бог даровал для меня. В моей жизни в последнее время мне очень часто приходится быть в различных поездках, ночевать в различных домах, быть в транспорте. И за целый год моей жизни, около 3,5-4 месяца, я в дороге. То есть я не дома. И разные обстоятельства постигают. И я для себя недавно взял один очень хороший пример. Помню длительная такая поездка. Я длительное время путешествую своим чемоданом большим. Одна церковь, служение, потом меня отправят в другую церковь, там служение, потом в третью. И настал момент, когда я внутренне уже устал. Еду в поезде, всю ночь в поезде. Вчера был очень трудный день, было три служения, в которых пришлось участвовать, потом личные беседы. Ночь в поезде, я почти уже не могу спать. Утром в 5 часов мне нужно выйти на станции. И опять будет энное количество служений. И я не знаю, где следующую ночь я буду ночевать. В автобусе, в самолете, в поезде. Я понятия не имею. Вот я с чемоданом, уставший. Ночь, люди спят, а мне не спится. Я чувствую внутреннюю перенагрузку. Станция, остановился поезд. 5 часов утра. Я выхожу на перрон. На улице мороз, холодно. Из теплого вагона, уставший, полусонный. Меня должны встретить. На перроне ушел поезд, разошлись люди. И остался один. Стою, никто не встречает. Я посмотрел влево, вправо. Пустынная маленькая станция, лес. Вот думаю, интересно, что будет дальше. Может, я не на той станции вышел. Может, я что-то попутал. Поезд ушел. Думаю, что сейчас будет. По времени, смотрю, нет. Вроде нормально по времени. Вдруг по перрону идет пожилой старец. У него в руках скрученная газетка. Веришь ли ты? И вот он этой газеткой идет и машет вот так вот. Когда я увидел, веришь ли ты, то чуть-чуть потеплело на душе. Думаю, наверное, что-то родное. То есть, наверное, меня встречает. Подошел брат. Я улыбнулся. Он показал газету. Я улыбнулся. Он говорит, приветствую, брат. Приветствую. Вот я вас встречаю. Ну, так интересно. Ну, говорю, встречайте. Ну, так. Он говорит, ну, пойдем домой. У нас, говорит, братья, церковь большая, машин много. Но, говорит, братья очень уставшие. И поручили мне вас встретить. Я живу здесь недалеко. Ну, километра четыре, наверное. Может так вот пешком. Недалеко. Совсем рядышком. Как раз, говорит, будет время с вами пообщаться. Потому что потом вас заберут. И к вам доступа не будет. И я радуюсь, что я мог вас встретить. Взяла свой чемодан на колесиках. Тащу по перрону. У меня внутренняя переусталость. Мне хотелось, думаю, хоть часик-два бы отдохнуть где-то на постели. Отдохнуть. А тут жаждущий дедушка пообщаться. В руках у него газетка. И я, знаете, мы стали идти по этому перрону. И я переживаю. Думаю, а вообще дойдет ли дедушка домой? То есть надо чемодан тащить. А потом, может, еще и дедушку надо будет помогать. Ну, как бы ему дойти домой. А потом закончился перрон. Идем такая, знаете, грязная. Дорога каменистая. Я свой чемодан тащу. Колеса юзом на чемодане. Ну, и общаемся с дедушкой. И вот в этот момент у меня внутри появилось какое-то чуть-чуть негодование. Я думаю так. Кто-то нормально в своих домах отдыхает на своих теплых, уютных постелях. Вместе с семьей. Все у них хорошо. Зачем мне вот это все надо? Зачем я вообще сюда приехал? Зачем по этим есть все приключения? Я иду и внутри негодование нарастает. А еще потом негодование у меня появилось. Знаете, на кого? На тех братьев, в гараже, у которых стоит машина. Они спят на своих постелях. А дедушку послали меня встречать. И внутри у меня это негодование растет и растет. И еще хуже. Я посмотрел на свои ботинки. Они уже грязные все. Чемодан весь уже в грязи. Я его юзом тащу. И мы идем, идем. И я не могу дождаться, когда закончатся эти четыре километра. А дедушка идет медленно. У него очень много вопросов. Он рад. Он вообще рад, чтобы мы до вечера не дошли. Вот ему пообщаться бы вот так. Он все время остановится. Задает мне вопросы. Ну, ему же передохнуть надо. Ну, и я останавливаюсь. И думаю, когда бы дойти до этого хотя бы дедушкиного дома. А потом мы дошли до дома. Я уже обрадовался. Стоит маленький, такой уютный домик. Но когда мы заходили в этот дом, мы зашли в такой коридорчик. А потом, когда заходили в дом, я не подрасчитал, что двери очень низкие. И я очень сильно ударился головой. И удар был такой сильный. Ну, я увлекся своим негодованием внутри, в сердце. Вот так негодовал, негодовал. И в этом негодовании со всей силы, как ударился головой об перекладину, в глазах потемнело. Ноги зашатались. Думал, сейчас упаду здесь. И все. Я еле на ногах устоял. А дедушка говорит, ой, извини, брат. Я всю жизнь предупреждаю людей, чтобы нагинались. Я тебя забыл предупредить. Зашли мы в дом. Я уже стою, а негодование увеличивается. Все больше и больше внутри увеличивается. А потом, конечно же, меня усадили за стол. Напоили хорошим ароматным чаем. Вот угостили. А потом дедушка говорит, перед тем, как идти отдыхать, можно в душ сходить? Вот так интересно. Мы зашли в комнату. Такая проходная комната. И стоит стеклянная душевая кабинка. Дедушка говорит, можно сходить в душ? Я так посмотрел, бабушка через эту комнату один раз прошла, второй раз прошла. Хотя у меня сильно болела голова, но я сообразил. Вот как зайти в стеклянный душ в проходной комнате? Вот как, в костюме или как? Я стою и говорю, дедушка говорит, все, брат, можешь заходить помыться? Я говорю, ну я в костюме мыть не могу. А здесь, говорю, стеклянная комната проходная, кабинка прозрачная. Все, говорит, я понял, я понял. Сейчас, говорит, он быстро побежал, прибегает с молотком, два гвоздя, веревка. В одну стенку забил гвоздь, в другую веревку натянул. Простынь накинул напротив душевой кабинки. И говорит, ну все, можешь заходить. Я зашел за эту простынь, стою и думаю, вот интересно. Вот бывает же такое, как назло, да? Вот только зайдешь в душевую кабинку, и вдруг от вакуума эта простынь упадет. И ты в этой душевой кабинке, как в телевизоре. И бабушка будет проходить, и думаю, ну что, вот как оно будет? Я в этом костюме постоял, за этой простынью постоял, включил воду, вода течет. Я думаю, нет, наверное, не стоит в душ заходить. Выключил я воду, вышел из-за вот этой шторки. Дедушка говорит, ну как? Я говорю, слава Богу, все хорошо. Он говорит, ну тогда можно прилечь. Завел меня в комнату, вот диванчик. Я, знаете, сел на этот диван. Диван, конечно, был такой, ну как музейной редкостью. Такой, знаете, старинный такой, пружин там несколько торчит. Я сел между пружинами, думаю, чтобы так поудобнее. А негодования внутри столько. Ну просто, просто. Мне нужно служение совершать. Вот через два часа начнется собрание. А я внутри весь негодование. Сижу я на этом диванчике. Вообще, мне нужно прилечь, отдохнуть. А я сел и думаю, вот интересно. Почему ты негодуешь? Почему у тебя внутри, в сердце, творится вот все это? Тебя не встретили. А вообще, а кто ты такой, чтобы тебя встречать? Тебя не привезли? Ты смотри, ты смотри, какой царек нашелся. Его возить надо. Тебя не предупредили? А ты что, сам не знаешь, что нужно смиренно ходить они, высоко поднявши голову? Ты не помылся? Ну ничего страшного. Нету возможности прилечь, потому что диванчик весь такой в пружинах. Ах, были люди, которые сутками не спали и негодовали. И вот я сижу и думаю, вот интересно. Я попал сейчас в ситуацию. Да вообще ничего не произошло. Да все хорошо. Меня встретили. Меня приняли в теплый дом. Напоили чаем. Предложили души поспать. А у меня еще негодование. Ну почему так? Откуда? Почему оно так в моей жизни? Я знаете, понял. Оказывается, если человек не поймет вот этот простой принцип. Какой принцип? Оказывается, в жизни нужно видеть не негатив, а позитив. То есть человек должен научиться в своей жизни видеть позитивы. То есть видеть то, что Бог мне дает. И иногда просто не видя то, что Бог мне дает, концентрируешься на каком-то негативе. И вдруг этот негатив в твоей жизни все перевернет. Он направит тебя на другую колею. На какую колею? Негодование, уныние, недовольство, ропот. И ты не поймешь, а что в моей жизни? Почему так? Оказывается, братья и сестры, молодежь и дети. Апостол Павел, он в своей жизни понял. Жизнь – это не просто так. Жизнь – это очень сложно, это очень ответственно. И чтобы прожить жизнь радостно и счастливо, нужно понять один простой принцип. Какой? Нужно научиться торжествовать во Христе Иисусе. Нужно научиться сегодня увидеть все преимущества, которые дает тебе Бог. Нужно увидеть то, что тебе дал Бог, а у других этого нет. Чем ты богат, чем ты обогащен Богом, а другие этого не имеют. Нужно просто это видеть. И если человек это увидит, Авакум увидел ужасное видение, что ждет его родственников, его знакомых, его друзей, у него сжались губы, все задрожало. Но он стал петь песню. Какую песню? Господь – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя. Если даже не будет овец, не будет плодов на дереве, но Бог есть, который является моей силой и моим прибежищем. Апостол Павел был бит, побиваем, его гнали, и в принципе большая часть его жизни проходила в больших трудностях, но в конце своей жизни он пишет письмо. Коринфянам и говорит. Благодарение Богу, Которое дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. Братья и сестры, молодежь, А имеем ли мы сегодня с вами тему или причину порадоваться или поторжествовать? Видим ли мы это? Имеем ли мы это? И торжествуем ли мы? С другой стороны, что больше в нашей жизни? Радости и торжества, или ропота и недовольства? Что больше в нашей жизни? И мне хотелось бы сегодня, чтобы мы могли, заканчивая первую часть нашего общения, помолиться Богу. Конечно, я призываю сейчас к общей молитве. Молитва с мест, коленопреклоненная молитва. Но может быть, в этом зале есть человек, который очень сильно устал в жизни, у которого наступил духовный кризис, или наступил такой момент, когда иногда человек сам себе говорит, и жить уже неинтересно, и жить уже не хочется. Если в этом зале есть такая личность, брат или сестра, то можно, конечно же, сегодня выйти сюда вперед, склониться на колени и сказать, Господи, не могу так жить, устал так жить, не хочется так жить. Помоги с сегодняшнего дня мне жить, имея торжество в Тебе. Мы сейчас будем молиться, заканчивать, но если кто-то хочет помолиться, вот здесь спереди, коленопреклоненной молитвой, то можно сейчас встать и пройти сюда вперед, склониться на колени и помолиться Богу, покаяться перед Богом. Субтитры создавал DimaTorzok